Дружбу скрепляет музыка, особенно если она складывается между двумя странами, Россией и Китаем. Воспитанники Новорингойских школ искусств выступили в Пекине. Восемь юных музыкантов покоряли Поднебесную в новогодние праздники. Они представили на суд жюри свои лучшие номера, пели песни, играли на гитаре, флейте и фортепиано. Некоторым из них посчастливилось выступить на гала-концерте при посольстве. Наша съемочная группа заглянула в гости к воспитанникам второй школы искусств. Как только Олеся Машиц садится за фортепиано, ее робость тут же улетучивается. Она прекрасно знает свое дело. Играет уверенно и смело. Не зря на конкурсе в Пекине 11-летняя девочка заняла второе место среди участников из разных городов и стран. Вот уже шестой год под руководством Елены Прядильниковой она оттачивает мастерство. Эта маленькая девочка не боится публики. Оставшись один-один с инструментом, забывает обо всем и полностью отдается музыке. Я себе настраиваю то, что все будет хорошо, все будет спокойно. Выступать было не страшно. Выступать легко, играть тоже легко. Для Насти Поздеевой это первый международный конкурс. И весьма удачный, почетное второе место в номинации «Академический вокал». Пением девочка занимается с четвертого класса. С детства очень хотела выступать на сцене. Мечтает попасть на проект «Голос дети». Пела я два произведения. Это «Уточка и маг» и «Страна фантазия». Ощущения были, ну, взволнованно было так, страшно. Когда выступила, камень из души свалился. Китайцы так думаю, что как русские немного, фортепиано. Ну, вокалом немного не отличались. А чем именно? Ну, именно некоторые плавно пели. Немного так, можно сказать, криклива. За мелодичность и гармоничность звука. За эти качества Лиза Федорова любит флейту. В номинации «Инструментальная» 13-летняя девочка стала лучшей. Она покорила жюри не только умением великолепно владеть инструментом, но и способностью прекрасно держаться на сцене. Сказывается опыт. В этом году Лиза оканчивает музыкальную школу. На конкурсе я играла сентиментали боллинга и душечку-девицу Доргомышского. В своей номинации «Флейты» я была одна, но конкурс мне понравился. В творческой копилке Ильи Агафонова очередная награда. Из Китая он привез в гран-при фестивале. Этого вполне стоило ожидать. Илью можно смело назвать состоявшимся музыкантом. За его плечами множество конкурсов разного уровня. Однако он не стоит на месте и постоянно стремится к совершенству. Своей жизни без музыки уже не представляет. По счету, это сложно сказать, у меня было очень много конкурсов. Этот мне особо запомнился, потому что я был единственный гитарист на этом конкурсе. И соревновался с другими инструментами. В Китай я выехал в первый раз. Хочу в дальнейшем тоже туда поехать и победить. Илья, Лиза и еще несколько детей из первой школы искусств, заняв первые места, автоматически стали участниками голоконцерта, который состоялся при посольстве России в Китае. Все остальное время юные музыканты знакомились с культурой азиатской страны. Виктория Воронецкая, Ольга Полякова, Антон Берестянский, Служба новостей, «Импульс».